Домоуборка У меня есть ковер и я позвонила в химчистку и узнала, чтобы его почистить нужно заплатить 480 гривен. При этом минимальный заказ 500 гривен. Ты можешь нам помочь? Конечно же могу. Есть методы, которые гораздо дешевле помогут вывести пятна. У нас есть элементарные. Вода, соль, глицерин, я думаю, тоже не проблема. Яйца, уксус, пена для бритья, обычные губочки и влажные салфетки, которые помогут вытереть пятна до чисто. С какого пятна начнем? Мы начнем с того, что эти пятна поставим. Берем кисточку. Итак, пятно номер один. Жирное, оттопленого масла. Жирное пятно можно поставить дома чем угодно. То ли масло пролилось, то ли отбивная на ковер упала. Я предлагаю сразу же по горячим следам попытаться их вывести. Начинаем процесс выведения. Для этого нам потребуется средство для мытья посуды. Мы буквально чайную ложечку наносим на наше пятно, берем водичку, берем губочку, так и начинаем тереть до образования пены. А если пятно старое? Наносим больше средства и трем сильнее. Понятно. И это пока в любом случае дешевле, чем в химчистке. Однозначно. Обрати внимание. Отличный результат. Пятно исчезло просто на глазах. Спасибо. Следующее пятно, ты не поверишь, мы будем выводить его с помощью средства для бритья. Пены для бритья? Да. Я тебе сейчас все покажу. Можно, пожалуйста? Оп. Обращаю внимание, что нужна именно пена. Ни в коем случае не гель. Свежее пятно и старое можно так выводить? И старое, и новое. После выведения пятна обязательно промываем уксусным раствором. И побреем ковер потом еще. Ну зачем же его? Нет, ну просто я не могу поверить в то, что пена для бритья может сработать именно таким образом. Она как бы вбирает в себя все вот эти вот жирные компоненты, и наш ковер остается чистым. Как долго должна пена находиться на жирном пятне? По времени это будет 5-10 минут. Мне кажется, что вот этот способ уже чуть дороже, чем с помощью средства для мытья посуды. На самом деле очень спорно. В баллоне с пеной огромное количество вот таких вот порций, да? Поэтому это копеечки. Убираем. Решающий момент. Пена для бритья действует на жирное пятно. Так. Ну что? Потом в конце промакиваем влажной тряпочкой. И действительно пятно исчезает, Тарас. Жирное пятно исчезло от пены для бритья. Отличный способ. Запомните его и используйте. Итак, пятно номер 1 и пятно номер 2 было выведено с помощью обыкновенного средства для мытья посуды и пены для бритья. Итак, очень недорого, а главное качественно мы разобрались с жирными пятнами на ковре. Пятно номер 2. Предлагаю использовать вино. Давай. К сожалению, пятна от вина появляются довольно часто, особенно после праздников, правда? Аж как-то неловко немножко. Давай. Есть несколько методов выведения подобных пятен. Ну, во-первых, пятно появилось, сразу его начинаем промакивать до тех пор, пока влага максимально не уйдет. На данном этапе можно уже приступать к выведению пятна. Можно яичко у тебя попросить? Так, для выведения пятна от вина Тарас, кажется, хочет вымазать ковер еще и яйцо. Смотри, берем яичко. Так, в данном случае нам нужно использовать именно желток, поэтому от белка мы избавляемся, для того, чтобы смешивать наш желток с равной порцией глицерина. А вот это уже интересно. К желтку мы добавляем глицерин. Я напомню, что пытаемся вывести пятно от вина на ковре. Мы не пытаемся, мы его уверенно выводим. Смотри, вот где-то столько нам понадобится глицерина. Если вы посмотрите, желточек по объему равен количеству глицерина, который я налил в ложечку. Так, теперь начинаем перемешивать. Перемешиваем. Перемешиваем. Наносим? Давай попробуем, конечно. Так, прямо вот на пятно. И начиная, Тарас, кисточкой замазывать винное пятно смесью желтка и глицерина. Идеальное средство для желтых ковров, по-моему, Тарас сейчас нам... Шутишь, да? Шутишь. Втираю. Теперь нужно, чтобы немножечко постоял наш раствор. Сколько времени должен этот раствор действовать на пятно? Ну, не менее 50 минут. У нас есть 5-10 минут, пока волшебное средство из желтка и глицерина будет действовать на винное пятно. А мы давай поставим еще одно пятно на ковер. Давай кофе. Кофе. Берем кофеек. Так, предлагаю здесь. Наливай. Так, и здесь такой же принцип, как и с пятном от вина. Нужно хорошо его промокнуть. Мы начинаем выводить кофейное пятно. С помощью чего ты будешь это делать? Берем пол-литра воды. Выливаем вот в такую посудину. Берем пол-ложечки того же глицерина. И вот так вот перемешиваем хорошенечко. Берем губочку. В наш раствор. Ее вот так вот выжимаем. Холодная вода с глицерином. Да. И начинаем выводить наше пятнышко. Ты знаешь, по-моему, пятно исчезает. Обрати внимание, ковер просто остается мокрым. Да. Мокрый, но чистый ковер. Это то, что нам нужно. Предлагаю приступить к ликвидации винного пятна. Винное пятно кисло в растворе и желтка, и глицерина. И мы уже готовы проверить, исчезло ли оно с моего ковра. Берем губочку, водичку и тщательно начинаем промывать. Так, Тарас смывает раствор желтка и глицерина, и на глазах исчезает винное пятно с моего ковра. Понятно. Это издавна известно. Глицерин и яичный желток прекрасно выводят винные пятна. Если пятно свежее, можно использовать кашицу соли и воды. Он также прекрасно вбирает в себя вино и не оставляет пятен на ковре. Меня этот результат впечатлил. Какое следующее пятно ты уничтожишь? Пятно от шоколада. А можно я нанесу это пятно от шоколада? Хоть раз в жизни сделаю это специально. Прошу. Давайте это сделаем. Спасибо, Надя. Перед тем, как приступать к работе с пятном, обязательно нужно убрать вот остатки шоколада. Мы немножечко его промакиваем и готовим чудо-раствор. Пропорции следующие. На литр воды ложка винного уксуса и ложка моющего средства. Перемешиваем тщательно. Обычное средство для мытья посуды и необычный, ну, впрочем, знакомый нам винный уксус. Поехали. Исчезает, между прочим. Смотри. Исчезает пятно. Пятна от шоколада не осталось. И это средство работает. Давай подытожим. Мы взяли теплую воду, средство для мытья посуды, ложку винного уксуса. Пользуйтесь на здоровье и пусть пятен в вашей жизни не будет ни в коем случае. Спасибо тебе, Тарас, огромное от всех нас. Благодаря советам нашего эксперта мы теперь точно знаем, как легко в домашних условиях вывести жирные, винные, кофейные и даже шоколадные пятна с нашего ковра. Дешево и подручными средствами. Оставайтесь у меня в гостях и все будут добры. Продолжение следует...